Всем доброе утро, посмотрите, что у нас. В общем, погода сейчас, по этому теплу, чтобы нему не пройти. Усюду. Нет, все. Ужасно. Не видно, видно, не видно, льет, как и жвегла. Что вы творите, водители? Ну, как так можно ехать, именно прям по луже, что ли? Так, а я сюда. Всем доброе утро, воскресенье, 2 часа дня. У меня опять теперь у меня закончилось вот это все бактерицидное, теперь просто течет. У меня вот раз развезло по полной, но я хочу все-таки пойти уже начинать прицелать, попробую, потому что я продаю усталость, бешеная. Но у меня сейчас есть 10 минут дойти. Я думаю, про себя, я думаю, не выдержу, я 2,5 часа занятий. В крайнем случае, развернулся, иду. Взяла, думаю, там все равно надо пойти, продолжу, зараза, говорю, да, плохо, что опаздываю, самую разминку я опоздаю, а они не любят, но они начинают вовремя. Немножко пообщалась с няней. Посмотрим, как оно будет дальше. Как-то я вообще влезла в этот раз. Всегда этого, ну, наверное, тоже у организма есть свои ресурсы. Сколько раз я с этого ковида вылазила сюда. Наверное, чересчур даже легко. Вытаскиваю всех. А вот раз я вообще не зависела ни от кого. Сама. Влезла. Так что вот так, ладно. Я бегу. Ковина неплохая. Тепло. Мне надо было на все-таки приодеться, чтобы распаливание потом. Всем доброе утро. Мы в школу. Красавчик. Яра, покажись. О, вообще. Красавец, мужчина. Все, он хочет машину покупать. БМВ. Все, именно БМВ. Все, вот, видишь, пост уже стоит. Уже молодцы. Кто-то в школе, а кто-то на посту. Да. Да. Ну, холодновато. Ну, нормально, еще так погода пока милостивая. Ну, да, относительно тех годов, когда все остальные годы, я помню, вот мы и милку собирали. В сентябре уже в куртках, так, достаточно теплых. А в этом году еще радует, тоже, чтобы на 1 сентября было раздетно, да? А сейчас еще достаточно погода. Радует, да, пока еще? И сентябрь. А еще достаточно тепло. Еще достаточно хорошо. Рассказать нечего пока, да? Ну, все, пойдем посмотрим. Дела идет... Не, вообще я именно неправильно. Дела идет, контора пишет. Ну, у детей не князь очень много. Поэтому... Вон, дедушка наш сидит. Надо сфотографироваться, обновить свои фотографии. Идем в школу. Не знаю, мама рассказывала, не рассказывала, что как. Если нет, то потом расскажет. Если рассказывала про школу, про это... Да нет, как-то в последнее время то, что... Подбаливанием пока не как... Я так ничего долго в людей не говорила, в принципе. Что... Как оно будет, пока не знаю. Пока в процессе... Яр, не обтирай, пожалуйста. Куртка эта. Пока идет распределение всех занятий. Пока идет распределение... Общего баланса, да. А всех то, что у нас есть, мероприятие, это надо так уложить, чтобы... Ну и уже, честно говоря, Яр, сейчас как-то мы выровнялись на уровне того, что мы уже в своих организации. Я, конечно, не Яр, но где-то мои работы, да, что... У нас сейчас, в принципе, много чего есть, где бы Яр мог заниматься, где бы, то есть, продолжать заниматься. Но думаю, что надо будет все-таки выбор делать в пользу плюса-минуса. Потому что есть школа, это раз, есть спорт, это два, есть спорт года, куда он подошел, куда он... Ну, в данный момент, в данном возрасте, да, в принципе, в возрасте, во всем, и есть люди, которые хотят это развивать с ним. И он идет один из первых, то есть в нашей Калужской области, он идет один из первых, грубо говоря, перспективных тех ребят, которые, ну, подходят по всем параметрам. Я думаю, здесь надо, конечно, все-таки за это цепляться, потому что остальное, музыка, танцы, какие-то мастерские, это все-таки было больше на то, что на развитие такое, да, ему, социальное. Сейчас у него социального, мне кажется, будет больше, чем достаточно, более-менее. Поэтому надо выбирать. А, я перебью, смотрите на его зубы. Он опять с пломбой, это... Он вчера остался три часа с няней, я ушла по второму, вернулась в пять часов. И вуаля, опять нету зубы. Видите, опять вампирские клыки. Что они делали? Ну, врачи все говорили, это вот тяжело, в его сейчас активном возрасте станет. Может, сейчас поговорим, чтобы хотя бы обработать. Просто запломировали, у нас у Эмили было, так у нее была проблема с одним зубом. Он был шалманин. Сначально. Ну, я вам уже рассказывала, там была проблема не Эмилькина, просто была неправильная... У тебя там, палец не мешает? Нет. Была просто проблема, когда у нее были молочные, там был гнойник, и врачи все говорили не трогать. А этот гнойник, он именно раскрошил эмаль основного зуба. Ну, короче говоря, уже как получилось, так получилось. Мы эту ситуацию приняли. И как-то мы сказали, что наращивать в таком возрасте смысла нет. И мне этот зуб просто закрыли, да, чтобы он не портился дальше, чтобы он не поменял. И, принципе, до 18 лет мы его просто поддерживали, грубо говоря. Чтобы он оставался здоровый. Именно чисто он был с этой опломбой, но он был, короче, остальных туда. Может, это был ее комплекс, это ее смущало. Но, как она говорит, сейчас я могу полноценно улыбаться. Ну, у меня все зубы выровнялись. Мы вот ей только недавно этот зуб реставрировали. И сделали полностью, в общем-то, его восстановили. И сейчас она, то есть как бы она, уже взрослый человек, она понимает, что нагрузки на него нельзя, да. Я так думаю, что здесь какая-то ситуация, надо просто им сказать, чтобы они пустые таким же углом. Заштопали, да, просто вот эти края заштопали, чтобы они... Закрыли эту дырку, которая сейчас, она открытая за сприятию всех, как говорится, воздушной среды, всех бактерий и всего. Чтобы просто не начало там карис развиваться. Чтобы она просто почистила, да, вот этот момент. И запландировала. Ах! Путалась к старшему возрасту. Да, вот это уже видно. Закрывай колёвом. Спасибо, мне понравилось. А, ну это уже... Да, прикольно было бы. Посокотел все, наверное. Я лист перевернул. Я лист перевернул, да. Там нашел бы его. Опа, его и поэт. Вон он поэт. Но очень редко все, ладно, мы побежали. Достанешь? Да, да. Все, молодец. Молодец. Ладно, пойдем посмотрим, что тут тут. Да, я подержу. Давай. Ты куда-то вляпался? Ничего. Ну что, кого ждем? Кого стоим? Директор. Давай, иди. Выходи. 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 Субтитры сделал DimaTorzok